Привет, Чуханыч, почему ты грустишь? Алексей, мы не такие, как все, у нас нет собственной криптовалюты. За этот месяц мы даже никого не обманули. Нужно хотя бы открыть какой-нибудь Callground, чтобы продавать палёные дерьмовые игры. Чуханыч, может у тебя есть какие-то идеи по этому поводу? Я не знаю, что придумать. Ну, кое-что у меня есть. Я кое-что придумал. Что, Чуханыч? Калкоин. Что еще за калкоин? Короче, все очень просто. Садишься на вот эту штуку. Ага, понял. Снимаешь портки и майнишь. Понял, понял, так и сделаю. Ты только горохом перекуси, чтобы с подливой было, с подливой. Ну все, Чуханыч, теперь мы точно разбогатеем. Спасибо тебе за идею. Да не за что. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня мы с вами перенесемся эдак в год 95-й. Перед вами окошко виртуальной машины. Вы видите какой-то странный фейерверк. Дело в том, что это заставки MS-DOS. Не Free-DOS, ни каких-то других клонов, а именно MS-DOS. У меня появился интересный вот такой вот слепок виртуальной машины. Она не простая, а очень интересная. Вы сейчас увидите. Там есть неплохой набор программного обеспечения тех лет. Дабы он не потерялся, я, короче, потом все это дело в облако упакую. Закину на говносайт, и вы сможете сами для своих каких-то роликов или экспериментов все это дело пощупать. Итак, поехали. Перед нами MS-DOS 6.22. Работает мышка. В те времена, господа, мышка была квадратной. Я еще застал то время, когда использовали MS-DOS. Видел сам эту мышку. У меня даже одно время, несколько лет был компьютер с MS-DOS. Что нам нужно сделать? Нам нужно запустить Windows. Для этого мы пишем команду win. Написали. Немножко нужно окошко поправить. Давайте поправим. Опа. И перед нами вы скажете Windows 95. Нихрена. Нихрена, народ. И это не Windows 3.10. Windows 3.10, если память мне не изменяет, вообще была китайская. Это, видимо, ошибка. Это, скорее всего, Windows 3.11. Почему она так выглядит? Да потому что здесь у нас используется кальмира. Как-то я уже делал ролик про кальмиру. После оглушительного успеха Windows 95, сторонние разработчики решили перенести интерфейс на третью серию Windows. И вы сейчас будете ржать. Кальмира поддерживалась очень-очень долго. Вроде бы до сих пор какие-то там еще заплатки приходят. У меня 25 июля вышел ролик. Это был 2018 год. Где я запускал кальмиру XP. Да, она вот так называлась. На Windows 3.11. Как-то так, ребята. А тут у нас самая ранняя версия кальмиры. Видите, заставочка знаменитая из Windows 3 серии. Только если в 95-98 эмблема Windows летела, да, в космосе, то здесь просто еще звезды. Поехали дальше смотреть. Что здесь есть в этом образе? Есть очень-очень ранний офис. Давайте мы его запустим. Древний Word. Вот нажимаем сюда. Таким вы офис видели? Я, если честно, сам особо-то и не видел. А это у нас MS Office второй версии. Была еще DOS-овская версия. А это уже с вот таким вот более современным на тот момент интерфейсом. Так, чтобы в третьей серии что-то закрыть, нужно нажать сюда. Если не ошибаюсь. И вот так. Ага. Закрыли. Есть менеджер программ. Уже многие не помнят, что это такое. В пуск залезли, да и нашли нужные программы. Раньше было так. Вру! О, это третья серия у нас Microsoft Office. Я думал, вторая. Нет, третья. Так, тут какие-то даже есть еще игры. Программы для аудио. Ну, Кальмира. Это даже вторая версия Кальмира, но она еще ранняя. И есть демка Windows 95. Что-то такое. Давайте мы запустим. Короче, демка Windows 95. Это, короче, для тех, кто хочет перейти на 95-ю, но он очкует. Microsoft выпустила специально вот такую штуку. Короче, вы ее нажимали. Появлялась вот эта знаменитая облачная такая в облаках заставочка. Вот. И вам рассказывали, насколько данная операционная система современная. Насколько она удобная. Насколько она революционная по сравнению с предыдущими версиями. Блин, прикольно на все это дело посмотреть. О, земля пролетела перед глазами. Что такое пуск? Так, что-то еще есть. О, о пакете Microsoft Plus рассказывает. Microsoft Plus. Что это за пакет? Мы как-то уже данный пакет рассматривали. Довольно много чего интересного там было. О, Internet Explorer. Сюда можно нажать? Нет. Ага, можно. Видите? Вот здесь показан очень древний Ишак. Наверное, третья версия или какой-то еще. Так, что-то еще есть. Microsoft Office. Нажимаем Next. Так, это у нас, походу, будет какой офис, интересно. Вот 97-й я очень хорошо офис помню. А все, что до, очень смутно. Plug and Play знаменитый. По старинке, бери в руки плух и работай. Вот тут рассказывается, что такое Plug and Play. Т.д. Это такие на то время революционные стандарты были. Вот квадратная корзина, которая потом появится. Вот она после 98-й пропадет и появится только в десятке. Вот я обожаю эту квадратную корзину. Круглая корзина меня что-то раздражает. Вот такая вот демка. То есть, при желании, все это дело вы сможете сами скачать и посмотреть. Главное не забыть в облако закинуть. Забуду, дизов накатают, блин, столько, что просто охренее. Так, стоп. 95-й год. Видите, демка 95-го года. Хороший был год для музыки. S.O.F.B.S. Ля Буш. Скэт Манджон. Так, не будем отвлекаться на ностальгию. Что дальше мы здесь можем еще посмотреть? Давайте мы посмотрим Microsoft XL3. Господи, ругается. Че ты ругаешься? Все тут нормально у нас. Или он просто предупреждает, что если у тебя EGA-монитор, пошел нахер. Господи, EGA, это же такая древность. У меня когда-то был такой моник, кстати. Ну, XL как XL. Кстати, вид вот такой вот мне вот очень даже нравится. Я имею в виду однотонный такой цвет, без всяких переливов, который, кстати, потом переехал в Windows 8. Точнее, разработчики говорили, что именно отсылка к тем далеким волосатым временам. Так, выходим из офиса. Что тут еще у нас есть? Так, давайте эти окошки позакрываем. Ну, кто бы что ни говорил, третье поколение Windows, да и второе, да и первое. Короче, все это было очень неудобно. Еще полноценной системой это было назвать трудно. И все, что появилось в 95-й Винде, это была, конечно, полная, приполнейшая революция, господа. PowerPoint древних волосатых времен. Интересно, девки пляшут. Так, какие-то тут еще игры у нас есть. Ну, это солитер, солитером, господи. Такой же солитер был и в 95-й Винде, чуть-чуть другой был в 98-й сути, это вообще не меняло. Минер, то же самое могу вам сказать. Ну, это уже полная классика. Так, Windows Application, что здесь у нас есть? PowerPoint. Так, MP3 плеер, господа. Ну, конечно, это вам не AIMP 4, не Winamp 5.8. Ну, для тех лет, я думаю, это было круто. Это Windows Media Player тех лет, господа. Так, что это за Calmyra Explorer? Короче, это у нас файловый менеджер. Файловый менеджер, конечно, немного измененный, не такой, как стандартный Windows 3. Ну, судя по всему, довольно функциональный и ближе к современному Explorer. Я имею в виду к тому Explorer, который появился в 95-й Винде. Так, пуск. Надо же показать пуск. Вот такой вот пуск. Действительно, похоже на пуск 95-й. Написано Calmyra 2. Здесь у нас программы присутствуют. О, знаменитые часы. Почему-то вот эти часики в третьей Винде, они мне очень сильно нравились. Вот такие большие сюда переместишь. Не только в Винде были большие часы. Они были и в Amiga OS тех лет, и в Apple. Естественно, они были как цифровые, так и аналоговые. Вот, например, вот так. Так прикольнее будет. Что-то еще есть из стандартного софта. Давайте посмотрим. Paint старый. Вот. Я помню в школе еще, мы вот на третьей Винде нам давали, короче, задание. Я уже тогда научился рисовать слонов. Вот уши. Вот хобот. Короче, вот получился слон. Получил 4 балла. Тогда была у нас 5-балльная система. Гениально. Гениально. Вот даже думаю, наесться стирального порошка и вот чисто в этой программе на полчаса на час запилить выживание. Я имею в виду в Paint. И будет хорошо. Так, нажимаем выход. Нет, не надо ничего сохранять. Дальше идем в пуск. Смотрим, что тут дальше у нас интересного есть. Ну, блокнот как блокнот. Запись звука имеется. Так, меня интересует вот эта программа. То ли блокнот, то ли Word какой-то. Короче, это WordPad, видимо, но еще на минималках. Далее что? Давайте посмотрим. Ну, есть еще и блокнот. Вот. Как видите, небольшая разница в функционалах у них присутствует. Что-то еще есть у нас. Ничего особо интересного. Игры я показывал. Так, вот файловый менеджер родной. Кстати, его исходники Microsoft недавно открыли. Вот так он выглядел. Согласитесь, что выглядит очень он уж устаревшим. Очень, господа. То есть, он 93-го года. Вот можете сравнить с Кальмировским. Конечно, Кальмировский выглядит куда более интересно. А вот у нас древняя панель управления. Настройки, короче, цветов, мышки, портов и т.д. и т.п. О, видите, чип 386. Вообще, 386-й был как рекомендованный чип для третьей версии Windows. Был у меня 386-й. Долго я на нем не посидел. Купил 486-й, а там уже шла 95-я. Ну, а потом пенек 133. Так, тут у нас настройки языковые присутствуют. Драйвера здесь у нас какие поддерживаются. Миди написано. Да, в те времена даже миди файлы слушали. Помню, я еще чуть-чуть даже застал. Приходил к знакомому, и он тебе мог в этих миди файлов на дискету накидать их. До хрена, кстати, влазило. Сейчас это вообще выглядит смешно. Ну, а музыкальные диски слушали как? Терез CD-ROM. Вставляешь диск, там был выход для наушников. Кнопка Stop, Play и перемотка. Ну, как перемотка. Короче, вперед-назад. Переключать треки. И вот так ты и слушал. Были еще всякие CD-плееры. Это что за саунд? Системные звуки. Еще тут у нас есть программы для аудио. Видимо, все это связано со звуковыми картами Creative. Тут у нас есть миксер. В некоторых операционных системах, кстати, господа, до сих пор аудиомиксер выглядит, кстати, вот так. Кто в теме, тот юмор, в принципе, оценит. Тут в основном у нас как бы настройки. Тут ничего интересного я вам не покажу. Конечно, у меня был саундбластер когда-то. Очень давно. Кстати, какой-то вроде даже и остался в пинке втором стоит. Но это было давно и неправда. Я не помню даже, что и как там настраивать. Ну что ж, господа, что я делаю? Я беру прямо сейчас, открываю файловый менеджер, открываю облако и закидываю вот эту виртуальную машину в облако. Под роликом будет ссылочка на вот этот вот древняк. Как говорится, поделюсь с вами материальчиком. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok